Привет всем! В этом видео покажу, как легко и быстро добавить рекламу на вашем сайте с помощью Google Ads. Сначала вам нужно зарегистрироваться в Google Ads и создать компанию. Я не буду подробно объяснять про это, и начну с момента, когда нужно добавить сайт. Добавляем новый сайт, пишем сюда домен нашего сайта. Вот, здесь есть несколько вариантов, как можно подтвердить наш домен, наш сайт. Я вам покажу первый способ, где вам нужно скопировать этот код и в разделе Head ставить. Вот это у меня AppMlate. Вот, в этом части я его поставлю. Все, сохраняем и проверяем. Все, сайт подтвердено. Теперь мы можем его отправить на проверку. Сайт отправится на проверку. Там сказано подождать там неделю или дней. В первом моем случае это заняло двух недель, и я получил сообщение об ошибке. Точные решения не знаю, я просто скажу, как я это решил. Значит, возможная причина может на вашем сайте недостаточно пользователей. Это может быть или вы, реклама вы добавили в том месте, где пользователи не часто заходят. Такая может тоже быть причина. Так, я решил как. Я просто отключил автоматическое объявление, если вы включили его. Просто отключаете его и все. Я просто в первом объявлении, оказывается, его включил и отправил на подтвердение моего сайта. Вот, из-за этого у меня вышла эта ошибка. Вот, вы просто выключаете и отправьте его. А потом уже, когда вас подтвердили, можете включить. Я чуть-чуть вперед пошел. Как вы поняли, здесь автоматизировано объявление, где Google сам добавляет объявление. Это, я думаю, лучше, потому что, если вы не туда добавили, я сейчас это тоже покажу, как вы можете сами это скопировать и добавить. Но там есть минус. Если вы не туда добавите, это может Google не считать и, ну, деньги не дадут. Значит, если вы хотите создать рекламный блог, чтобы, ну, сами скопируете какой-то куда угодно, который вы хотите, вы просто нажимаете «Медийное объявление». Здесь вы создаете новый блог, назовете как хотите. Вот. И создаете. Создает код. Этот код скопируете и вставляете, куда вам надо, именно в части кода, где это объявление должен быть. Вот. Когда ваш сайт одобрили, у вас может выходить такая ошибка, как «это стикси не найден». Нажимаете на «исправить». И здесь вам нужно создать .x-файл, называете его «ets», и сюда скопируете этот код, ну, и вставляете его в корневой каталог, ну, в вашем проекте. У меня реклама в сайте выглядит примерно вот так. Я здесь некоторые блоки исключил, чтобы, ну, красивее было. Сейчас. Вот здесь вы сами контролируете, где реклама должна отображаться, а где нет. Ссылку на этот сайт оставлю в комментариях, если интересно, кому, как бы, изучить или проверить свой уровень, там, фронт-энда. Там есть почти все вопросы, которые могут задать в собеседовании. Вы можете подготовиться здесь. И если у вас будут какие-то идеи про улучшение этого сайта, пишите в комменты. Дальше. Если вы хотите контролировать ваше объявление, чтобы, например, контент для взрослых не отображался у вас, вы можете в «Безопасность бренда» и в «Управлении блокировка» заблокировать все относящиеся к нему рекламы. И еще другие категории, где вы тоже можете заблокировать. Или оставить те, которые вам нужны. Еще одна полезная функция в автоматизированное объявление. У него там вы можете включить эксперимент. Эксперимент помогает, как это объяснить. Например, вы включаете это. Он будет смотреть, как пользователи себя ведут. И на этот, связанный с этим, будет выводить рекламы. Если его статистика вам понравится, вы применяете его. Если нет, то оставляйте дефолтный. В этом все. Если где-то что-то недообъяснял, извините. Если будут вопросы, вы можете зайти на нашу телеграм-группу. Ссылки я оставлю в комментариях. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok